Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами разберем случай наличия нескольких инфекций на одном половом органе после случайного полового контакта. Соответственно, у пациента был случайный половой контакт без презерватива порядка 3,5 недели назад, после чего примерно через 12-14 дней у него появился зуд, сжение, покраснение уретры. Соответственно, он обратился в КВД по месту жительства, ему там поставили диагноз уретрит, назначили внутрисумамед или азитромицин, действующее вещество, антибиотик. Соответственно, пациенту стало несколько легче в плане покраснения уретры и зуда, однако он полностью не прошел. Пациент применял данный препарат по схеме в первый, седьмой и четырнадцатый день, соответственно, по одному грамму. И вот, относительно недавно он закончил данный непосредственно лекарственный препарат. Последние таблеточки он принял несколько раньше. Однако полностью зудопокраснение уретры не прошло, вы можете видеть на картинке, как, соответственно, есть покраснение уретры. Ну и непосредственно на фоне приема антибиотика у пациента появился зуд сжения в области крайней плоти, в результате чего образовались корочки, которые вы можете видеть на картинке, которые покрывают эрозией. Темно-коричневые такие корочки соответственно. Ну и также при осмотре в основании полового члена мы отметили еще и элемент травмированного зудом такого прыща при внимательном рассмотрении в драматоскоп это оказался контагиозный моллюск, конкретно в паховой складке. Что здесь необходимо делать? Ну, теперь уже антибиотики пациента пробиты, мы сделали, соответственно, перерыв. За это время мы удалили А контагиозный моллюск, Б, соответственно, взяли анализы на вирусную инфекцию. Это, в общем-то, не противоречит антибиотикам, потому что никак не влияет на вирусную инфекцию, и те же самые герпесы, цитомигаловирусы и так далее. Соответственно, последнее время, кстати, достаточно часто мы находим при подобных симптомах и герпес 6 типа, и аденовирусы иногда также присутствуют в подобных пациентах в анализах, поэтому эти, конечно, анализы необходимо обязательно делать. Здесь мы нашли герпес 2 типа, ну, наряду с вот этим контагиозным моллюском. Что мы сделали? Значит, ну, мы провели, соответственно, первую наголодную желудок иммунограмму, проконсультировали иммунолога пациента, также пациент назначили внутрь противогерпесные препараты, такие как волцикловир, внутривенно назначили ультрафиолетовое облучение крови, подкожно назначили интерферон альфа-два бета, плюс назначение своих сделал иммунолог-вирусолог. Наружно были назначены первое удаление контагиозного моллюска раз. Это проводилось радиоволновым методом под местным обезболиванием кремом. Здесь вполне достаточно безинъекционно обезболить кремом, так сказать, ЭМЛА, тем же самым с помощью радиоволнового метода. Ну, а что касается непосредственно дальнейшего лечения, то было проведено два сеанса фотодинамической терапии. Это, соответственно, нанесение на поверхность кожи, причем кожи всей, всего члена и паха, непосредственно, мошонки фотосенсибилизатора родохлорина и облучение специальным фотодинамическим лазером. Это непосредственно убирает с кожи вирусы и предотвращает рецидивы того же самого контагиозного моллюска после удаления, а также вирусы герпеса. Конечно, это лечение наружное и его необходимо наносить внутренним лечением а у иммунолога, б соответственно, в нашем случае противовирусными препаратами и препаратами троферона. После ожидания, соответственно, в течение непосредственно двух недель был взят контрольный анализ на уже бактериальные инфекции, глибковые и обнаружены хламидии. После этого мы уже сменили, естественно, антибиотик на тот же самый миналексин и провели уже с инстилляциями полноценное лечение с ферментативной терапией. Подкожно поставили лангидазу, параллельно продолжалось лечение ультрафиолетового облучения крови, параллельно продолжалась лидерферонная терапия и через день делали инстилляции в уретру препарат колоргол. Соответственно, пациент отметил, что у него ушли симптомы зудожжения и покраснения уретры, которые несколько уменьшились после препарата азитромицину суммамеду, но не прошли полностью. Поэтому, конечно, назначение вот этими врачами-таблеточниками, только антибиотиков, тем более без анализов, ведет к хронизации процесса, часто, в общем-то, без участия тех же самых ферментов, тех же самых инстилляций местного лечения. Это описывается во многих монографиях того же профессора Ильина, в общем-то, к позору сегодняшних профессоров. Соответственно, он применял эти методы лечения уже многие десятилетия назад, а антибиотики были те же самые. И, в общем-то, эффективность местного лечения доказана этими достаточно грамотными, не только профессорами или иным, а грамотными докторами, которые, к сожалению, сейчас эти методы не применяются. Поэтому, соответственно, глотание таблеток не всегда приводит к излечению, в общем-то, инфекции, а часто приводит и ко вторичным хроническим уротритам, которыми ваш покорный слуга потом с удовольствием и занимается. Ну, а непосредственно вирусные инфекции, такие герпесы, контагиозы, молюска и так далее, естественно, обостряются под действием тех антибиотиков, которые были назначены врачами без всяких анализов. При необходимости диагностики и лечения различных инфекций, передаемых половым путем, вы можете обратиться к венерологам-урологам нашего медицинского центра Платный ГВД. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас в наших клиниках, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на наш канал в Instagram. Спасибо за внимание.